Здравствуйте, дорогие друзья! Ну что, игра Drive Club вышла 8-го числа 8-го октября, сейчас у нас 10-е октября Запись транслирую через саму непосредственно PlayStation 4 Поэтому качество не очень Даже 720p, по-моему, нет А если есть, то выглядит все это на 480p Но я вас уверяю, что смотреть здесь в принципе и не на что По сравнению с Forza Motorsport на Xbox В боксе даже 360p Эта игра блещет только разрешением По сути Более, не более того Сейчас я предоставлю все минусы этой игры Итак, погнали Хочу сказать, что Игру я буду рассматривать с точки Дела технического Варианта Смотрите, машина Ну машина как машина Да, блики свет есть Но асфальт Какой-то не асфальт Либо этот блюр наложенный Который делают из него Конечно Также сглаживание Смотрим опять же Клине Полноценное Этот понт мы пропустим Буду рассматривать Игру с точки зрения Именно графического Технического И так далее План Вот вначале нам Показывают Трассу На первый взгляд Конечно, потрясает Своей масштабностью Издалека мы видим Что вроде Вода-то и статичная На самом деле Не двигается Она ни хрена Вот Что мы здесь видим Ну холодно Поэтому не двигается Вот ели Которая проработана Вроде довольно-таки Неплохо А Вместе с этим В принципе Да Когда так смотришь Вроде-таки Вроде ничего Вроде проработана Сама И трасса И так далее Но Нет ничего такого Чтобы сказать Что да Это отличается От PlayStation 3 Потому что Я реально вам говорю Да В полном разрешении Не возникает Такого вопроса Давайте сразу Задвинемся Приготовиться Старт Ну Говорить о Вот этих квадратах Которые тут У нас представлены В виде Буратино Я думаю Смысла нет Они же у нас И не играют Никакой роли Но все-таки Проваливающиеся Ихние ноги Вот эти Сквозь Асфальт Я так понимаю Что И вот это тоже Проваливается И Ну Я считаю Что лучше Вообще не делать Зрителей Чем делать Вот таким образом Ну нет смысла Нет Поэтому Это первое Что я сразу Самый главный Далее Вот это То что выезд на обочину Запрещен И напрягает То есть Невидимая стена И тебя вообще могут Настить на Основные краски Ну То что Вот эти штучки Не пропадают Вот так страшно Дальше С точки зрения Вот Смотрим на траву И видим Что она Просто Ну текстура Просто убожеская Вот там Где трава Где должна быть трава Вот я сейчас Газ не жму А машина Все едет Просто красивее Поэтому Зармем тормоз Видим Что там просто Мыло Мыло Которое То есть Асфальт у нас Вроде бы нормальный Да Четкий А там Дальше Мыло Ну для игры Нового поколения Это никак Вообще Это ужасно Дальше Смотрим Вот на это Трава Прорастает Сквозь Как всегда Бетон Но это В принципе Нормально Было бы Для прошлого Поколения А для сегодняшнего Это конечно Вообще Никак Позорно Позорно Графически Позорно Вот Дальше Машина Опять же Вот эти Тахометры Спидометры Но опять же Они не имеют Круглой формы Опять же Им очень Из этих миллионов Новоугольников Сделать Я так понимаю Круглые Они практически Не могут Вот Из-за исключения С самого руля Он более-менее Практически Круглый Вот Ну это так Придирки Конечно У меня есть У всех такие проблемы Практически Вот Ну что дальше Поехали дальше Вот эти листья Так лежат На невидимом полу То есть Они не лежат На полу Они висят Так и замерли Просто в воздухе То есть Они ждут Пока я проеду Да И тогда Они начали Двигаться Я так понимаю Нет Они даже Когда я проезжаю Двигаться Песок Там что-то Смотрю Вырастает Вот Они немножко Дали нам Заехать За Криторию Вот Валятся У нас Эти Цветки Ну это Прикольно Да Это Ну в принципе Это в GTA Может быть Опять Мы видим Эти Буратин Непонятно Вот так сказать Буратина Который крутит Флагом Почему-то Заторможно То есть Там кадров 15 Где-то Он крутит Вот этот Буратина Такой Но даже Кстати У него проработана Как мы видим Тень Только флага В руке нет Нафига тень Крутит Непонятно Чем Ну так Аля Ну знаете Похоже на GTA Сам нам нравится Где-то таких Уровень Тех лет Игр Вот эти Сами боты Конечно Кисти Проработаны Это Браво Браво Не знаю Я до сих пор Считаю Что они Ненужны Они только Позорят Вот Почему я вначале Говорил про Форзу Потому что Форзу Несмотря на то Что повреждения Тоже Неактивно По крайней мере Когда видишь Бетонную сцену Там На бетоне Остались Ни хрена Не остается Даже Машина С трудом Пополам Эта коробка Там Может Себя Повредить Вот Видели Да Что Типа Переключаю Ириную На самом деле Ни хера Он не переключает Из-за Риню Этого Они тоже Не смогли Сделать Я к чему Говорю Потому что Эта игра По идее Название Нового поколения И графически Играю Далеко Не нового поколения Это PlayStation 3 HD Вот Которые Недостойно Называться Новым поколением И они должны Реально За бесплатно Они ее отдавать Должны Как и обещали Подписчикам PlayStation Plus Но Никак Никак Не считаю Не за Вот За 1699 Но Тем более За 288 Подписки На что Платить Не понятно Почему Искольку Типа Которые Которые Мягко Говоря Не заслужили Той Стоимости Которые Они Да Меня Могут Сейчас Не влюбить За то Что Я Это Как бы Автосимулятор Критикую За Такие болезни Как Автосимуляторы Не имеют На Скорости Я их Не замечу У меня Все будет Прекрасно Красивее Я Согласен Я признаю Да С вами Но С другой Стороны Я с вами Согласен Потому Что Все таки Реалистичность Она должна Быть Не только В самой Машине Ее Поведение Она Должна Во всем Снеград Противлюзная Реалистичная Симулятор Да Я понимаю Что если Машина Будет За Скувет Короче Миллер То Конечно Она Больше Никакой Не поедет Но Раз Она Больше Никакой Не поедет Дайте Тогда Возможность Поставить Режим Симулятор Настоящий Не Проиграет Нет Нет Не Дают Не Дают Нам Этого Поэтому Мы Довольствуем Семки Коробки Которая Разъезжает По Туризм Поколение Новое Стараемся В GTA Это Увидеть Ну Все Спасибо Что Смотрели До Свидания